Чтобы свести последствия перенесенного коронавируса к минимуму, важно вовремя начать реабилитацию. С седьмого дня от начала болезни и до двух месяцев. Эти меры наиболее эффективны. Самой дыхательной мышцей является диафрагма. И в процессе заболевания, если человек дышит поверхностно, щадяще, то эта мышца вас убивает. И в дальнейшем, особенно если это тяжелые пациенты, которые лежат долго в полной позиции, наступает ее атрофия такая. И в дальнейшем все это чревато дыхательной недостаточностью. Чтобы укрепить межреберные мышцы и дыхательную мускулатуру, врачи советуют заниматься дыхательной гимнастикой. Пациентка ВРКБ Ирина Варава признается, по совету врачей гимнастику делают, хоть пока и тяжело. Пока дыхание сложное, и мне, когда руки опускаю, мне пока тяжело дышать. Достаточно регулярно выполнять 2-3 упражнения. Например, в положении сидя, медленно поднимать руки на вдохе и опускать их на выдохе. Еще одно упражнение связано с диафрагмальным дыханием, когда кислородом поочередно заполняется сначала низ легких, а потом верхние отделы. Начинать следует тоже со вдоха. Показываю. Задержав дыхание на 2-3 секунды и медленный-медленный выдох. Основное условие – это медленность и плавность движения. То есть никаких резких выдохов, резких вдохов делать нельзя. После такой гимнастики хорошо около 10 минут полежать на животе, подложив под него подушку. Такие упражнения медики рекомендуют выполнять 5 раз в день, по 5 повторений от 3 до 6 месяцев. А вот воздушные шарики лучше не надувать. Многие медики считают эту практику не только неэффективной, но и вредной. Екатерина Борисова, Елена Кошелева, Фиднай ТВ.